МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! Поздравляю всех с праздником Среднего Господня! Идут праздничные дни ещё. И тот проект, который мы проводим в третий раз, конкурс видеопроектов «Путешествие к истокам Урал», как раз показывает степень воцерковлённости наших детей, детей более старшего возраста, подростков, иногда это выпускники воскресных школ, либо учащихся старших классов. То есть то событие, которое связано с темой Срединья, как темой молодёжного движения в Русской Православной Церкви. Калина Семёновна, ну вот интересное название «Путешествие к истокам.Урал». С чем связано? Ну, само название мы позаимствовали в одной из епархий Центральной России. Этот конкурс ведётся уже много лет, но там так много участников, уже давно более ста, там при поддержке Синодального отдела проходит этот проект. И мы у основателей, у организаторов этого проекта попросили разрешения провести аналогичный конкурс. Поэтому появилось вот такое дополнение, как «Урал». И в наших возможностях оказалось вполне, и оказалось много желающих в нём участвовать. Поэтому уже конкурс идёт третий год. Заметен и рост, и количество участников, и качество предоставляемого продукта. Поэтому я думаю, что это один из успешных проектов, вполне может быть повторён ещё кем-то. Ирина Семёновна, давайте поговорим о конкурсе, который прошёл как раз в этом году. Чему он был посвящён? Кто в нём принял участие? Вообще, для чего вы его вкладываете, свои силы развиваете? И ведь видеопроекты – это очень непростая область. Как всегда, задач несколько. Это и воспитательная задача, потому что когда мы знаем, как работать с маленькими детьми, со средним возрастом, то дети подрастают, и всё труднее выбирать методы работы с ними. Тогда уже не работают какие-то прямые, такие простые действия. Обязательно в подростковом возрасте в проблему воспитания нужно включать такие действия, как организация досуга и организация служения, кроме учебной и литургической жизни, что, конечно, есть в первую очередь в воскресных школах литургическая жизнь, то есть духовное воспитание, есть учебная деятельность, очень активно мы это развиваем. А вот когда приходит пора, как говорили святые отцы, не только забавлять детей, но более их учить, то приходится выбирать новые средства. И вот эти современные действия, как работа в средстве массовой информации, это, конечно, не просто нам даётся, но это очень продуктивное действие оказалось. То есть современные подростки с радостью откликаются, идут вот в эту тему, то есть создают какие-то небольшие клипы, может быть, маленькие фильмы какие-то. Часто это забавные фильмы. Но когда мы предложили вот такую тему, как вот путешествие к истокам, какие истоки, конечно, это духовные основания нашей жизни, то очень много школ нас поддержали. То есть за три года у нас участников уже более 20 школ участвовало, в этом году 11 школ участвовало. То есть это очень востребованный оказался сам проект, вот сама тема. А тема этого года, она связана с общей темой в воскресных школах. То есть мы объявили такую тему, как изучение итогов столетия. То есть вот предыдущий год, это была церковная тема, вот вся церковь над этим работала, и много что происходило в этом контексте. Ну, в том числе и вот такое, трудно назвать, что это, досуг или служение, потому что, с одной стороны, занятость... Разделить сложно даже. Да, это занятость подростков, но с другой стороны, это такая волна, которая очень продуктивна. То есть дети не изобретали изнутри какие-то глупости, находили в своём окружении то богатство, которое в обыденной жизни иногда и не замечаем. То есть мы видим, как дети начинают общаться с людьми старшего поколения. А это не так просто даётся, ни тому, ни другому поколению. Как бы нет повода, даже внутри семьи иногда нет повода рассказать, что было вот когда-то, сколько-то лет назад. А тем более в приходе, где всё равно как бы много людей, люди разные совершенно. А тут оказывается, что вот эта форма, подойти и взять интервью, то есть за внешне какой-то современным каким-то действием, открывается глубина и те какие-то сокровенные истины, которые в обыденности не произнесёшь. И мы несколько фильмов на эту тему увидели, когда люди раскрывают богатство своих односельчан, там прихожан из одного храма, люди узнают друг друга настолько, что меняется мировоззрение. И как интересная форма деятельности, она втягивает всё новых и новых детей. И иногда просто идут за тем, что вот ну просто там интересно с микрофоном, с проводами, там с какой-то техникой. За компанию. За компанию, да, по дружбе. Вот. А получается результат-то наполненный, насыщенный вот тем богатством, которое внутри только церкви есть. И не случайно в формате этого конкурса предоставлены фильмы и об истории отдельных храмов, о возрождении духовной жизни, об основании новых храмов, которых и не было до революции. То есть не только воссоздание храмов, но создание совершенно новых храмов. И это очень радостно. Несколько фильмов было предоставлено на тему святых, которые являются членами собора Екатеринбургских святых, да, вот уральские святые. Конечно, мы в разном формате изучаем, и на уроках, и программы у нас есть по новому ученикам, такая учебная программа для воскресных школ. Но вот когда дети сами добывают материал, вот эта активная форма, это очень приятное действие. Это оказался ещё такой результат, как сближение детей. То есть надо изучить материал, надо из огромного объёма, вот, слава Богу, сейчас появляется такая литература, из толстых книг выбрать то, что можно кратко, значит, ярко изобразить, там, рассказать, описать, предоставить какие-то видеокадры, что-то снять, как-то показать своё участие в этом. То есть оказалось, это очень просто вот активная, такая живая жизнь, зажигательная, полезная. И сам конкурс показал, что детям это интересно. Многие пришли с намерением, ну, как-то вот себя показать, а вышли-то с удивлением, что они открыли для себя других людей, другие пласты в этой теме. Дети очень удивились, как, оказывается, это интересно, как это сложно. И все, без исключения участники, вышли с единым мнением, что надо дальше продолжать, надо совершенствоваться. Галин Семенович, не так много времени у нас с вами вот для этого разговора, хотя есть о чём поговорить. Можно пройтись об участниках, ну, по крайней мере, те, кто принимал участие, те, кто вот были награждены жюри. Да, вот из среди 11 команд, несколько команд из Екатеринбурга, ну, что, наверное, логично, всё-таки у нас приходы многочисленные, да, то есть больше возможностей в приходах, пригласить специалистов там, да. Но несколько ещё таких вот приходов из пределов Екатеринбургской метрополии, не могу не назвать, допустим, город Ивдель. Это самая дальняя точка нашей области, это Серовская епархия, Екатеринбургская метрополия, то есть самая дальняя. И, конечно, у нас у всех, во всяком случае у нашего поколения, понятие город Ивдель ассоциируется именно с такими вот системой наказания, да, исправления. А в советское время, это, конечно, это те места, где были ссыльные, где людей уничтожали. И когда дети приводят в своём фильме вот простую, казалось бы, сухую статистику, что людей уничтожали... Тысячами в день. Да, да. Это не остаётся равнодушным никто, то есть это такая, получается, память поколений. Вот. Это огромная работа показана. Неплохие работы из посёлка Арти, из, допустим, Первоуральска, из нескольких приходов, да. Красноуфимск тоже славится тем, что у них трое святых, мощи которых обретены, они находятся в храме. И, конечно, это очень правильно, что дети раскрывают этот материал очень нелинейно, так глубоко, интересно, с подходом определённым. Атмосферно. Атмосферно, да. Вот это слово, которое родили участники жюри, да, что создали атмосферу. Но особо хотелось бы выделить, конечно, ребят, которые заняли призовые места. И, конечно, это прежде всего храм во имя апостолов Петра и Павла города Первоуральска. Их фильм назывался «Вы – свет мира». В этом приходе уже создана студия, студия, которая носит имя святителя Тихона, патриарха московского и всей Руси. Вот на днях мы будем вспоминать обретение мощей святителя Тихона. То есть это очень близкий к нам святой по времени, по задачам. Мы до сих пор, вот сейчас в церкви принимаются такие решения во исполнении тех задач, которые он ставил перед церковью сто лет назад. И, конечно, вот ребята очень удивили и нас, и членов жюри тем, что взяли вот этот материал. Ничего особенного. Они оглянулись на людей, которые стояли рядом в приходе. От двух людях, от двух алтарников пожилого возраста, которые уже сейчас ушли в мир иной, но прозвучало много свидетельств прихожан, ныне живых и здравствующих, такого качества воспоминания, как не только подвижник, а как о святых так вот вспоминают. Галина Семеновна, давайте посмотрим небольшой фрагмент как раз этого фильма, о котором вы так тепло и говорите, трепетно, но и потом продолжим. Семеновна, давайте посмотрим. Семеновна, давайте посмотрим. И зажегши свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Подвижники благочестия, так именуются христиане, которые вели жизнь по Евангелию. Прославившиеся добродетелями нередко прозорливостью чудесами, но не канонизированные церкви, как святые. Образ состоящего христианина, смиренного, тихого, скромного, который мухи не обидит, но в то же время имеющий большую внутреннюю духовную силу для совершения подвигов. Самый главный подвиг христианской борьбы это борьба с самим собой, со своими страстями, с Божьей помощью. Такими были наши почившие алтарники Николай Васильевич Щенников и Иван Александрович Гладких. Николай Васильевич и Иван Александрович родились в 30-х годах 20-го века в семьях верующих людей. Они пережили и правление советской власти, и Великую Отечественную войну, и нелегкие 90-е годы. Несмотря на все жизненные трудности, они сохранили веру в Бога. Последнюю часть жизни Николай Васильевич и Иван Александрович служили алтарниками в нашем храме. Конечно, даже уже на этом фильме видно, как понимается истинный патриотизм, глубокий патриотизм. Я бы отметила здесь еще единение подростков между собой, то есть единение не только самых старых людей, самых молодых, но и среднего поколения. Активные участники, и священники, и помощники священников, другие, то есть вот это живое, живое воспоминание. Весь приход, да. Кроме того, конечно, еще как результат вот этого действия, я вижу, что перед детьми встают нравственные проблемы в том плане, как их решать. Не как нагружать, не как ругать наше общество, наш мир, нашу церковь, а как решать те проблемы, которые решает каждое поколение. Вот это пути выхода из тупика. Ну, еще бы я здесь увидела то, что идет предпрофессиональная подготовка. Конечно, это может быть самые первые, самые слабые шаги, но всегда есть интерес, и потом уже профессионализм возникает на интересе. Креста, не попробуешь, не узнаешь, ведь на самом деле не заинтересуешься. То есть я бы посоветовала вам, может быть, увидеть и дикторов каких-то будущих, может быть, и встретиться с ребятами. Да, и вот о сценариях, если говорить, то все приходы сказали, что сценарий вырабатывается коллективно. То есть нет одного человека, который бы в тиши написал этот сценарий. Дети активно и в этом участвуют, и в других действиях. Оказывается, много специальностей здесь задействовано, и слава Богу. Ну, в целом я говорю о том, что духовное основание нравственного воспитания. Мы увидели, вот и для себя, как педагоги, делаем вывод, как нужно работать с детьми такого непростого возраста, которое называется подростки. Галина Семеновна, спасибо вам большое за этот рассказ. К сожалению, время на телеканале «Союз» утекает, как вода, сквозь пальцы. Как сказала моя жена, которая была одной из зрительниц в этом зале, с таких детей надо пылинки сдувать. Это наш золотой фонд. Слава Богу. Слава Богу. Дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь на Первом православном. Редактор субтитров А.Семкин